Здравствуйте! Сегодня понедельник, 23 ноября. Из-за непогоды в нескольких регионах страны отменены авиарейсы и затруднено дорожное движение. Жители Акмолинской области задержались за пропаганду терроризма. Об этих и других событиях в ближайшие 10 минут. Больше 240 миллиардов тенге направят на развитие казахстанских автодорог в следующем году. Почти половина средств – деньги Национального фонда. В основном же речь идет о привлечении инвесторов. Об этом в ходе селекторного совещания в правительстве заявил министр по инвестициям и развитию Осет Исикешев. На эти деньги только в следующем году продолжат реализацию 9 проектов. Это строительство и ремонт больше 1500 километров дорог. В 2016 году полностью завершат строительство мегапроекта «Западная Европа-Западный Китай», автомагистрали «Бенеу-Ахтау», а также участков «Астана-Темиртау», «Алматы-Хабшагай-Талдыкурган» и «Астана-Петропавловск». Также для своевременной реализации проектов «Нур-Лыжол» привлекаются займы международных финансовых институтов. Более подробное развитие транспортного потенциала Казахстана и других тем, обсуждаемых на заседании правительства, мы расскажем в наших следующих выпусках. В Кустанайской области из-за гололеда ограничено движение транспорта, трассы закрыты по всем направлениям. Накануне в регионе прошел дождь, ночью температура резко упала и утром дороги и тротуары обледенели. Полиции пришлось перекрыть все выезды из города, кроме того, как сообщили в дежурной части ДВД области, сегодня из-за резкого ухудшения погодных условий только за полдня на дорогах Кустанаи произошло 20 аварий. По словам полицейских, никто из людей не пострадал, нанесен незначительный материальный ущерб. Тем не менее, в больницу поступают пешеходы, пострадавшие от гололеда. Есть в их числе и дети. В основном медики диагностируют ушибы и растяжения. Принято решение в целях недопущения чрезвычайных ситуаций о закрытии дорог общего пользования из обликанского областного значения для всех видов транспорта с 7-40 часов 23 ноября 2015 года до улучшения состояния дорожного покрытия. В течение двух часов поступило более 30 человек. Порядка 10 человек госпитализировано, в основном с травмами верхних и нижних конечностей. Дополнительно развернули койки в травматологическом отделении, усилили бригаду травматологов. На данный момент в Кустанайской области уже открыта трасса в сторону Ахтубе. Там силами Казавтожола ведется подсыпка и очистка дороги от гололеда. Как пояснили в нацкомпании, движение по всем направлениям планируют разрешить уже до вечера. Впрочем, морозы сейчас сохраняются во всех регионах страны, за исключением Южного Казахстана. Из-за низкой температуры ограничат выезд за пределы восточного региона страны. Правда, не для всех видов транспорта. В Восточно-Казахстанской области сильные морозы. Где-то будем, наверное, к вечеру ограничивать движение. Именно для пассажирского транспорта и именно для транспорта, который ездит на дизельном топливе. Потому что есть моменты, где подмерзает топливо. Задержка рейсов и низопогоды в четырех городах Казахстана. Сегодня с опозданием вылетели пассажиры авиакомпании «Эйр Астана» из Шимкента, Усть-Каменогорска, Уральска и Кустаная. Как удалось выяснить нашему корреспонденту Оскару Сергалиеву, например, из Алматы в Шимкент, рейс задержали на два с половиной часа, в Усть-Каменогорске вовсе на четыре. В Кустанай воздушное судно компании «Скат» вместо 9-40 вылетело после обеда. В свою очередь, авиакомпании приносят извинения на официальных сайтах за доставленные неудобства и просят проверять статус рейсов перед вылетом. Также можно узнавать информацию на сайте аэропортов. Сегодня утром в связи с метеоусловиями в пунктах назначения четыре рейса на вылет по направлениям Уральск-Ахтюбе-Кустаная-Усть-Каменогорск были задержаны. Также задерживались рейсы с городов Уральск-Шимкент, Кустаная-Усть-Каменогорск на прилет по причине позднего прибытия с места вылета. В связи с этим просим наших пассажиров проверять информацию о статусе рейсов на официальном сайте аэропорта «Астаны». Около двухсот рейсов отменены и в пекинском аэропорту Шоуду, столица. Причина – снегопад. Видимость в районе воздушной гавани около 800 метров. Из-за отмены рейсов в аэропорту много пассажиров. Отмечу, что в отличие от «Астаны», в Пекине снег в это время года редкость. Обычно он выпадает в январе или феврале и сразу же тает. Белые осадки в ноябре парализовали движение в регионах вокруг китайской столицы. Коммунальные службы работают в авральном режиме. Аэропорт Шоуду, столица – это один из крупнейших аэропортов не только в Восточной Азии, но и во всем мире. В прошлом году его услугами воспользовались более 86 миллионов пассажиров. Столица Бельгии. Третий день на осадном положении. Служба безопасности страны оставила уровень террористической угрозы в городе на прежнем максимальном уровне. Отменены занятия в школах и университетах, не работает метро. Этой ночью военные и полицейские провели в Брюсселе беспрецедентную по масштабу и количеству задействованных сил антитеррористическую операцию. Она стала результатом расследования, проведенного в течение нескольких дней, в том числе с использованием данных иностранных спецслужб. В ходе спецоперации задержаны 16 лиц, подозреваемых в терроризме. Мы располагаем информацию об угрозе терактов, подобных парижским, которые могут совершить один или несколько террористов, вооруженных взрывчаткой. Их целями могут быть места большого скопления людей. Поэтому для Брюсселя сохраняется четвертый уровень угрозы террора. Метро и все учебные заведения останутся закрытыми. Теракт на северо-востоке Нигерии. Смертница, находясь в толпе женщин и детей, привела в действие взрывное устройство. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения. Сообщается, что нападение нацелено на группу беженцев, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Между тем, местные власти считают, что к теракту причастна радикальная группировка Бока-Харам. Она выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей Нигерии. Члены Бока-Харам стоят за большинством терактов, регулярно совершаемых в стране. Жители Ахколи Амира Бадриденова обвиняют в распространении идей радикального экстремизма и терроризма. 22-летнего мужчину задержали за кражу пожертвований в мечети. Но, как выяснилось в ходе следствия, он имел куда более серьезные планы. По версии оперативников, парень планировал организовать преступную группу для создания военного джихада в родном городе. При этом контактировал в социальной сети с различными мусульманскими общинами, слушал аудиообращения религиозного характера с призывами к военным действиям. Деньги прихожан из мечети мужчина планировал использовать для поездки в Сирию. Сотрудниками ДКНБ Акмолинской области было установлено, что данный следственный арестованный был причастен к связью с сирийскими боевиками, в ходе чего хотел создать на территории Акуля создание халифата. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий это была пресечена попытка. В настоящее время проводятся следствия, материалы дела направлены в суд. К другим новостям. Инвестиционные возможности Казахстана презентовали в Германии. В Лейтспеге состоялся бизнес-форум. Его участниками стали больше 60 представителей ведущих немецких компаний и инвесторов. Также на конференции подписан меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии. Место встречи – Саксония. Это регион Германии и издавна славится машиностроением, металлургией, пищевой и химической промышленностью. Именно здесь участники бизнес-форума обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Презентацию Казахстана начали с подробного описания, как легко сейчас работать инвесторам у нас. Свободные экономические зоны, нововведения в инвестиционном законодательстве, налоговые льготы – все эти условия делают деловой климат для бизнесменов комфортным. Для тех инвесторов, которые инвестируют выше 20 миллионов долларов, мы готовы возмещать до 30% капитальных затрат после завершения их проекта, после ввода в эксплуатацию. Но есть оговорка – это должны быть инновационные производства, инновации, те производства, которых никогда не было ранее в Казахстане. Как известно, инвесторы оценивают страну по экономическим показателям. В этом году в рейтинге «Дуинг бизнес» Казахстан поднялся на 12 позиций и занял 41 место. Также заметно улучшились показатели по индексу конкурентоспособности – 42-я строчка. Динамичное развитие и стабильность делают Казахстан еще более привлекательным, говорят бизнесмены. Германская экономика очень заинтересована в модернизации промышленности и экономики Казахстана. То есть это машиностроение, новые технологии в химическом комплексе, ну и также в других отраслях. Есть контракты, которые сейчас на стадии разработки. Я, конечно, не могу сказать до того, как они будут подписаны, но мы надеемся, что будут новые возможности сотрудничать, а также и с крупными компаниями. От разговоров собравшиеся перешли сразу к делу. На бизнес-встрече был подписан меморандум между Акиматом Павлодарской области и Cube Engineering GBH. Теперь в Казахстане будут производить оборудование для ветряных и солнечных электростанций, а также проводить исследовательскую работу. Проект «Степной ветер» он только сейчас предложен был нашими немецкими коллегами, друзьями. И он предполагает в первую очередь развитие возобновляемых источников энергии у нас в стране. Учитывая то, что Павлодарская область занимает доминирующее положение практически половины производимой электроэнергии в стране, именно Павлодарская область производит. И, видать, они с учетом того, что плюс у нас есть специальная экономическая зона, где можно организовать эти заводы и реализовать эти проекты. Видать, вот это как раз-таки привлекло потенциальных наших инвесторов, партнеров. Теперь продолжение дискуссии ожидается в Казахстане. В мае месяце немецкие бизнесмены пообещали приехать с конкурентными предложениями для заключения контрактов. Максут Медилканов, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, Лейпциг, Германия. К этому часу пока все. Мы следим за развитием событий. О них 18 часов. До встречи.